Хотел рассказать, хотел поделиться, потому что это, блядь, кадр вообще. Как я так мог? Цензура, цензура, цензура. 18 плюс, 21 плюс, не знаю, но это нельзя смотреть, нет. Ни в какие ворота, нет, я это замажу. Это YouTube, короче, не включит мне монетизацию на этот видос. Когда касается дела хафлингов, короче, начинается какая-то порнуха, серьезно. Я не знаю, чем это связано. Он фолл, ну вы что-то не то сделали. И я не думаю, что он справится с 10 гендольфами. Я... Проверять я это, конечно, не буду. ДВХП представляет. Соломо и всем, друзья, с вами ДВХП, и это... Totally Accurate Battle Simulator на ваших экранах, дамы и господа, леди и джентль-леди. Короче, мы продолжаем, нормально, серия зашла, про типа юниты, против юнитов с модов, против юниты без модов. Если ты не смотрел предыдущей серии, я, как всегда, по старой русской доброй традиции оставляю тебе вот здесь вот подсказу. А мы, короче, продолжаем. Я не знаю, на какой карте мы будем продолжать, потому что я не знаю и не помню, какой юнит у нас был последний. Нет, я помню, какой юнит был последний, я не знаю, какой юнит будет следующий после него. Давайте на Wild West я, короче... Не, давай на Legacy. Что я давно не заходил вообще на Legacy. Давай, короче, захожу. Я тут, короче, сейчас так горал вообще. У меня, короче, микрофон. Rode NT3, там написано в комментариях, в этих, как в описании. Вот. У микрофона есть функция, чтобы к нему подключались наушники. То есть, чтобы ты слышал сам себя, насколько громко ты говоришь. Это очень удобно в некоторых случаях. У меня есть такой стик. Я постараюсь найти тебе его картинку, показать вот здесь вот, как он выглядит. Этот стик, он может всовываться в порт 3.5 для наушников вот в телефоне. И это очень удобно. Вот. Он у меня здесь лежит, я его иногда использую. И я сейчас взял зачем-то. Я записал Clone Drone The Danger Zone. Сидел, пока тут расслаблялся. Взял зачем-то, запихнул этот стик себе вот в микрофон в разъем 3.5. Вот сюда. И, короче, вытащить, типа, не могу его. Я не могу его выпущить вообще. Там такое ощущение, что я, типа, его туда засунул. Там, как гарпун, что-то раскрылось, как не за дюпель. И я теперь не могу его вытащить. Я, как бы, не использовал этот порт, мне, как бы, посрать. Но микрофон жалко. И вот у меня висит теперь эта висюлька, вот, на микрофоне. Я тебе не могу показать. Но это очень классно. И я ее не могу вытащить. Я не знаю, что я с этим буду делать. Я сейчас запишу тапс, тогда что-нибудь подумаю. Следи за историей бедного микрофона. Возможно, конец будет печален. А, возможно, и очень даже хэппи-энд. Ну и ладно, это было лирическое отступление. Короче, погнали. Хотел рассказать, хотел поделиться, потому что, ну, это, блядь, кадр вообще. Как я так мог? Так, у нас были хоули, да, хоули у нас... Вот, на ангеле мы закончили. На ангеле мы закончили. Мы поняли, что он, типа, охеревший вообще чувак, потому что он, там, типа, всех разносит. Но не вот этих вот двухмесячных чуваков, потому что они красные выиграли. Красные, ну да, 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 да. Ну, разносит, разносит. Ну, потому что он 40 косарей, что это, нихера себе. Итак, у нас следующий юнит будет... Так, хоули, да, это хоули. Хоули. И следующий у нас фракция, типа, эльф-сворсмен. Вот он, эльф-сворсмен, обычный. Не-не-не, ну, нахер на. Я понял, я понял, почему я не люблю карту Легаси. Потому что, потому что она мелкая. Соответственно, там просто камера всегда дальше находится. Вот я сейчас поставил эльфа, я даже не понял вообще, кого я поставил. Вот здесь поближе гораздо. Так удобно. Нет, засыпаем все нормальный, пожалуйста. Вот. Эльф-сворсмен. 150 рублей он, собственно говоря, стоит. И мы будем ставить против него какого-нибудь мечника тоже примерно за 150, не знаю. Ну, вот, я думаю, будем измерять в сквайрах. Сквайр, в принципе, сотенку стоит. Я больше, конечно, полагаюсь на этого сворсмена. Хотя у сквайра есть броня. Ты видишь? У него есть, типа, меч, у него есть, типа, ну, меч, понятно. Типа, шлем. Типа, какая-то рубашечка более-менее плотная. Потому что этот вообще голожопый. Просто у него какая-то пакет какой-то на тазе надет, и все. Ну, его в племя надо отправить туда. Ну, понятно, они же, типа, лесные люди, все дела. Как они там называются? Ну, да. Эльф-форест или что-то типа того. Так, ну, что за танцы-то? Давайте кто-нибудь кого-нибудь... Я зачем-то ему... А ты видел, просто он так подмышку ему сунул. Ладно, Сквайр убил его. Тебя убил Сквайр. Как тебе не стыдно? Могу я кого-нибудь еще против тебя поставить? У меня просто не... Давай я хафлингами еще его. Типа, три хафлинга. Мне кажется, хафлинг его загасит, вообще. Они вообще чуваки веселые. Они просто, да, бэу, как Зинозин, Зидан. В груда кому... Да, да, да. Они просто... На, 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 дай. На, 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 и все, и убили его. Окей, хорошо, я тебя понял. А, Мистик Форест. Мистик Форест. А следующий у нас идет лучник. Типа, эльф-лучник. Хорошо. Против эльф-лучника у нас будут обычные сначала лучники. Где они? Вот, Арчер. Ну, ну типа, даже штучки три. Да, три штучки. Давай. Смотрим. Куда-то я улетел не туда. Смотрим. Бух! А, он уворачивается. Вот это, кстати, очень хорошее преимущество. Мне показалось ли он двумя стрельными? Смотри, просто две. Две штучки-то. Две полосочки, видишь? У него две стрелы, наверное. Ну, вижу одну. Вот вторая. А, вторая в руке. О, да ладно. Не, подожди. Дай я просто посмотрю. Стоп. Да, он двумя стрелами. Ну, это, кстати, классно. То есть он, получается, в два раза больше урона наносит. Ну, хорошо. Хорошо. И уворачивается, типа, они попасть не могут. Классно. Ну, давай тогда я поставлю против тебя. Не, ну, я змеилучника вставить не буду, ну, потому что, как бы, да. Сам понимаешь, почему? Потому что они его убьют. Ну, потому что это змея. Хотя, может, у нас змею уворачиваться будет. Ну, знаете, два фаер-арчера. Вернешься? Давай, ворачивайся. Красавчик. Ты мой, ты мой, хороший. Да? Вообще, хэд повесил. Хорошо. 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 На, тес. На. Одного поставлю тебе. Просто смотрим, что он будет делать со змеей. Мне прям интересно. А он ничего не будет делать с ним. Он просто будет убивать начальника, как бы, хозяина змеи. Понял? Просто вот так. Убил хозяина змеи. Я тебя понял. Погнали дальше. Так, следующий. Это у нас джуид. Джуид. Да. А, это, как я ее там описывал в серии. Первый, когда мы смотрели этот мод. Это, типа, баба, сбежавшая со свадьбы. Упавшая в зеленую краску в своем платье. Ну, я так вижу. Я так вижу. Не надо меня осуждать. Так, я думаю, против него обязательно нужно поставить кого-нибудь, типа, кого-нибудь, типа, кого? Трайбл. Трайбл. Очень плохо после установления морда работают вот эти вот... Ну, видишь, вот я навожу. Типа, вот я навожу. И она нихера. Только где-то вот с краешку надо попасть. Тогда она срабатывает. А, ну, правильно. Они же сместились, а хитбоксы остались. Ну, да, точно. Вон мага. Вот, вот мага я хотел поставить. А я могу поставить их двумя способами. Могу поставить очень близко. Трех. И тогда они, типа, наверное, его убьют. Потому что, как бы, у них шипы и все дела. Вот. Но я могу поставить и далеко. Раз, два, три. Вот так. И тогда победит друид. Потому что у него, как бы, пускает вот эту штуку зеленую. И она, как бы... Да, и она, как бы, не дает подойти. Она относит, прям, очень классно относит. Прям, как свечечник в этом вспуке. Только... То есть здесь важно расстояние. У него рейндж охеренный. Просто у него очень далекий рейндж. И это здорово. Я тебе сейчас покажу, какой у него сейчас он убьет. Да. Смотри, я могу поставить какой-нибудь, типа, опасного против него противника. Ну, типа, давай какой-нибудь прям поопасней. Ну, прям сам бы опасней. Джорел. Ну, давай. Против него полет. Кстати, он 850 стоит. Отличный противник для тебя. Вот. Во-первых, зацени рейндж. Твою. Ну, он его, кстати, не так сильно относит. Сколько дамага? Очень мало дамага. Короче, это будет долгий матч. Он его не будет подпускать. И будет потихоньку-потихоньку его ковырять своими зелеными шарами. Окей. А может стоять? У-у-у. А у тебя что, вблизь не можешь стрелять? Лег. Полежать. Устал Джорел. Редушел, ушел. Ой, какая у меня тяжелая шляпа. Какой тяжелый топор. Лягу-ка я, полежу. Нормально. Вот еще. Он еще, походу, накатил перед боем. Сколько тебе там нормально сисло? Нет, нет. Ну, давай я попробую убить этого лонг-грид. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Быстро сюда. Ну, сука. Ну и все, собственно говоря. Да. Ну, то есть, вот с сильными юнитами нет. А если на тебя очень много маленьких пустить, каких-нибудь вот, типа, хафлингов на 800. На 800. 800? 800? Вот, 800. Раскитаешь ты их или нет? Ну, у него не клевина так, поэтому он просто по одному будет, типа, вытягивать, по одному будет отталкивать. И, собственно говоря, нет. Я так понимаю, они его сейчас загасят. Опять же таки. Ну да. Ну да. Это очень выглядит. Очень как-то странно выглядит. Очень-очень. Не смотри, отвернись. Оценись. Цензура, цензура, цензура. Цензура 18 плюс, 21 плюс. Не знаю, но это нельзя смотреть. Нет, ну это уж... Это куда? Не в какие ворота. Нет, я это замажу. Ютуб, короче, не включит мне монетизацию на этот видос. Кошмар какой вообще. Ладно, погнали дальше. Так, Сворд оф Нейчер. Сворд оф Нейчер. Ага. Это у нас ты. Какой-то Робин Гуд с мечом. Точно, там же Робин Гуд был, а это с мечом. Я не знаю, почему тот у меня не ассоциировался с Робин Гудом. Я не знаю, потому что. Потому что. Потому что. Так, мечник за 1400. Ну ты неплохой такой мечник за 1400. Ну-ка, на тебе... Кто у нас там мечник за 1400 есть? Мечник за 1400. Найт. То есть я двух могу поставить. Ты только посмотри. Что это за лошади? Что это за слоняры такие? Вы что такие маленькие? Эти такие здоровые. Они, кстати, ну... Они сильные. Я уже говорил, их в каком-то обновлении пофиксили. Ну... Да. Ну давай смотреть. Опа. Я думаю, они его загасят. Или нет? Топчет его, топчет. Да ладно? Ну... Да ладно. Не, что-то я даже не верю. Подожди. То есть ты загасил огромных рыцарей с щитами во всей амуниции? А они... Да. Да. Ну, у него, короче, какой-то меч сильный. Вот что. У него, типа, волшебный меч. Он светится там. И когда он в тебя попадает, ты сразу умираешь. Очень много дамага вливается. Надо проверить тогда на... Ну, давай, опять же-таки, на хаффлингов. А что, хорошая проверка. Ну, да. Хаффлингов на 1400 нам. Завезите. Пожалуйста. Раз. Раз. Оп. 28 человек. Ну, не совсем человек, конечно, а хаффлингов. Давай смотреть. Порубает ли он их всех? И есть ли у него, типа, возможность убивать сразу по несколько человек? Наверное, нет. Наверное, нет. Ой, ну, чё-то, чё-то, чё-то тоже. Вообще, когда касается дела хаффлингов, короче, начинается какая-то порнуха. Серьезно. Я не знаю, чем это связано. Вон фолла. Ну, вы чё-то не то сделали. Ага. Ну, конечно, хаффлинги его загасили. Ну, непонятно. Мне до сих пор непонятно. Давайте я чё-нибудь ещё как-нибудь его порю. Как его можно ещё проверить? Короля. Где король? Где король? Где король? Короля? Поздавлю король. Поздавлю король. Поздавлю что. Погнали. Король, типа, сильный. Да, да, ты видел? Он, когда по нему попал, у него какой-то прям пыль полетел. Не, ну, он просто охеренный. Он просто охеренный, сильный. Ну, а, допустим, с вордкастером мы его проверим, сколько мечей в него надо. О, он ещё и уворачивается. Но не очень прочный, да. Ладно. Итак, следующий юнит у нас Staff of Nature. Палка природы. Примерно так можно перевести этого юнита. Ну, Staff ещё, кстати, переводится как штука. Типа, do you need this stuff? Тебе нужна эта штука? What is this stuff? И подобное. Урака английского, add 2 хп. Вот. Это чувак, который мне визуально очень понравился в каком-то момент, когда я проверял этот мод. И это, ну, типа, кто ты вообще? Чё ты творишь? А, он, типа, стреляет шариком, он взрывается. Да, 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 да. Он стреляет шариком, и шарик взрывается. Ну, хорошо. Давай тогда погнали, бонмаги. Посмотрим сначала вблизи. Ну, так они его, конечно, загасят, да? Типа, насадят парус на шипы, и всё. Ну, ну да, ну да, ну да. Вот. Но есть и вариант второй. Есть и вариант, мы тут ставим кучу бонмагов, типа, на 1200, и он их разбрасывает. Давай, разбросих. Пуф. Чё-то не разбросил. Ну-ка, давай, дубль два. Разбрасывай! А, забыл, кстати, посмотреть, может, моды включены какие-то. Уже, конечно, полсерии прошло. А, нет, всё нормально. Ну, камон! Ну, ладно, бонмаги... Бонмаги вообще, конечно. Всегда имба была и будет. Кого тогда против тебя ставить, кем тебя проверять? Хиллер, Шмиллер? Так, ну я уже понял, что его надо контрить какими-нибудь дальниками, и что-то я забыл совсем про Wild West. Давайте я поставлю Дедая, и посмотрим, кто успеет кого застрелить. Ой, дала... Они все уворачиваются. Я так понимаю, они уворачиваются все. Это классная фракция. Фракция уворотчиков. Косильщиков. Уворачиваются от снарядов, уворачиваются от налогов, уворачиваются от закона, от всего вообще уворачиваются. Ну, ты так зачем сделал? Ты так себя... Ну, конечно, конечно. Старик-суицидник. Ладно. Не, ну подожди. Старик-суицидник. Давай я поставлю Дедая подальше, а ты в него стрельни. Ты в него стрельни, как бы, попади. Ой, нет, не вариант в него попадать. И Дедая в тебя не вариант попадать. И вы так и будете мне тут хероней страдать, да? Вдруг в друга. Ну, камон. Давайте что-нибудь сделайте уже. Давайте, мне нужен экшн. Экшн. Может, я возьму... Не надо только сбрасываться. Не надо, я знаю тебя. Он уворачивается сам по дефолту. Ну-ка, на. Пиф. То есть я даже ничего не делаю. Он уворачивается сам. Я понял, надо в ноги стрелять. Я просто отхожу вправо, чтобы он не упал влево. Нет, я вот перекидываю, давай еще ближе возьмем. Вот так вот. Да, как... А давай я ближе подойду. Давай, ладно. Непонятный юнит. Но он как суппорт пойдет, в принципе, норм. То есть, получится так. Да что ты перекидываешь-то его? Он даже когда нормально, на нормальной своей дальности стоит, он все равно почему-то перекидывает. Вот, когда он попадает, норм. У него дамага, хорошо. Вот. Но он такой юнит, что, типа, ты его ставишь... Давайте, я пока покажу сейчас. Вот. Ты, типа, ставишь двух, там, свортов нейчеров, да? Вот, типа, двух лучников и вот, на тебе, свортсманов вот так. 5-700, получается. Это просто такое отступление. Сейчас покажу вам, почему. Сейчас покажу вам, зачем это все надо. Вот. И, типа, допустим, в куче 5-700... До хера, они их размотают. Ну, не знаю. Ну, я не знаю. Ну, давай посмотрим. Вот. И они, типа, будут забрасывать вот так вот этими шарами. И лучники будут тоже стрелять. Вот. И, в принципе, норм. Но если будут ставить побои... Нет, ты смотри, как они их классно разбрасывают. Нихера себе. И лучники по два. Они тоже, кстати, должны уворачиваться. От милишников они тоже, наверное, будут уворачивать. Вот, видишь? И все. И как бы все. Классная фракция вообще. Я не знаю, это Ланфол ее придумали или она кастомная какого-то чувака. Тем не менее. Умирает, да. Тем не менее. Вот. Хорошо. Так, погнали дальше. Это у нас Mystic Forest. Это Staff of Nature. Mystic Horseman. Mystic Horseman. Все. Про кони ни слова. Вы уже поняли мою позицию. По поводу того, как я отношусь к юнитам на конях. Проверяем против других коней. Кто у нас там был? Кони у нас были вот здесь. Были кони. Вот здесь были кони. Джестер. Джестер у нас, собственно говоря, два. Потому что они как бы вот так вот. Ну, давай. Не знаю, как может вообще противостоять какой-то чувак голожопый с двумя обмундированными рыцарями. Но как-то, наверное, может. Не знаю. Если они только сами не убьются. Потому что лошадь явно под каким-то адреналином. Ну да. Блю Виктори, они, собственно говоря, не терпят вообще никакой конкуренции. Давай я одного поставлю. Не, мечники, они тупые. Ну, это вообще. Я сейчас проверю еще против какого-нибудь милишника. Ну, хотя кони, они знаешь, зачем нужны? Кони, знаешь, зачем нужны? Кони, наверное, нужны за тем, где у меня хвача. Давай я поставлю, короче, хвач. Две хвача ставлю. Оп. И оп. Да. И, допустим, сквайр. Вот. На сколько получилось? На три сто? Ну, нормально. Вот. И типа конь, он просто на той конь. Он быстро, знаешь, рванул. А нет, его застрелили. А, давай без сквайра, ладно. Вот. Он, типа, хорошо будет уворачиваться вот от таких вот... Ну, это я просто хвачу давно. Ну, короче, конь говно. Вот и все. Так. И последний юнит в этом, в этой замечательной фракции. Настик Форест. Он называется Tree Varrier. Воин. Воин с деревом. Не деревянный воин. Это не какой-то вам там буратино. Это воин с деревом. Очень крутой чувак. У него, кстати, я сейчас проверю. Мне было интересно еще в прошлый раз, но я что-то не проверил. Кажется мне, что у его размер дерева такой же, как у Три Джаинта. То есть, ну, типа, Три Джаинт больше, но дерево-то одинаковое. Да. Да. Одинаковые деревья. Поделили дерево одно на двоих. Ну. Да. Вот так вот. Только это маленький. Я думаю, конечно, у него гораздо меньше хп, чем у Айджей. Ты зачем тут браловать? Хорошо. И на ком мы его будем проверять, я не знаю. Но, наверное, на каких-то милишниках. Но давайте на каких-нибудь интересных милишников. Не знаю. Вот. Пусть Манки Кинг будет. Пусть будет Манки Кинг. И. Монахов на три тысячи. Вот. Три тысячи. Манки Кинг, четыре монаха. Один маленький. Не вырос еще. Погнали. Вполне вероятно, что если он попадет деревом, то он кого-нибудь ваншотнет. Но в том-то и дело, что надо попасть. Будем смотреть, он даже одной рукой орудует. Ни хрена себе. Главное, чтобы он... Я не знаю, есть ли это возможность, чтобы он себя деревом захерачивал и все. Потому что... Потому что это там. Здесь возможно вообще все. Ну давай. Так, ну пока норм. Что ты там? А этот туда... Не, ну это... Это тут-то. Подожди, это надо карту менять. Я понял. Это надо менять карту. Давай я возьму какую-нибудь, где они не будут с собаки. Вот, возьму, да, нормально. Это у нас Medieval 2. Вот, хорошая подходящая карта. Давай. Три варьер и... Кого я там стоял? Манки. Вот. Все, Манки теперь не утопятся. Давай я тебе двух поставлю. Вот так. Чтобы если уж Манки выиграл, то... Быстрее и наверняка. А мы просто проверим, может ли он ваншотнуть Манки... Кинга. Может. Вот так вот. Ты понял. Интересно. А кого ты еще можешь ваншотнуть? А... К ваншотникам некора... Минотавра. Ну, а тебе ваншотник двух Минотаров. Ну-ка давай. Я не знаю, Минотавру у них больше хп, чем у... Этого Манки Кинга. Наверное, да. Они вообще... Тончилы те еще. В бэке. Ну, у них такой, типа... Ближний бой. Очень ближний. Максимально ближний бой, да. Смотри, прям колоком его в спину. Между лопаток как зарядил. Ладно. Давай короля просто. Два короля тебе. Просто, ну вот он, да. Ну, вообще, я так понимаю, что он... В быков просто не попал. Потому что если он попадает, то ты посмотри. Во-первых, он нас носит на неимовернейшее расстояние юнита. А во-вторых... Ну, дамаг сильный. Просто, смотри, бедный король просто. Переехали его деревом и все. Ну да. Вот так вот. То есть еще можно предположить, что если я... Возьму и поставлю хафлингов на 3000. Поплотнее так, чтобы он шарахнул по ним. Ну, давай даже на 2000. Вот. То он одним ударом, в принципе, теоретически их... Убьет какое-то количество. Вот это красота. А-а-а, выледели. Подожди, ну это вообще. Это как так? Ты только посмотри. Фейерверк, Новый год. Алло. Как он сильно ударил. Ты только посмотри, как его отнесло. Ты посмотри, какое расстояние. Алло. Карт таких нету, чтобы у тебя упал. Или вы такие легкие? На подъем. Так, ну окей. Первый удар был просто фееричный. Мне очень понравилось. То есть, в принципе, когда маленькие юниты, его можно с кем-нибудь сочетать. А может и нельзя скинь. Ты выиграл, да? Да, ты видел? Ну, корнем как херанул. Вот так вот. То есть против маленьких... Ага. Маленьких каких-то... Слабых юнитов очень и очень даже нормалды. Хорошо. Я тебя понял. Вот это была фракция Mystic Forest. Против кого еще? Да вроде все. Вроде норм. Ну, то есть, танк... Если я поставлю, допустим, танк Da Vinci против него, да? Вот так. Давай, давай. Последняя проверка. То он, наверное, его застрелит. Они как раз, кстати, стоят практически одинаково, да. Этот 3, этот 4. Вот. Но если он дойдет... Но он не дойдет. Потому что танк Da Vinci одна цель, и он будет стрелять только в нее. Соответственно, он хером удаст. А может и даст. Ой, какой-то у меня косой танк Da Vinci попался. Нифига себе. Ну-ка давай, давай, давай. Подходи, подходи, подходи. Жди перезарядку, подходи. Ну, не. Не-не-не-не-не, не вариант. Ну, конечно, конечно. Я даже и не сомневался. Вот. Mystic Forest, окей. Fantasy. 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 Да, фантазия. Ну, короче, это какие-то, типа, боги, какие-то супергерои и типа подобное. Первый юнит у нас Storm Sword. Storm Wizard. Какой Sword? Wizard. Storm Wizard. Он, кстати, похож, типа, по иконке на нового нашего Гэндальфа. Вот. Но визуально он против него вообще как бы не похож. Но он стоит 12 косарей. То есть, в принципе, 10 Гэндальфов стоит он. И я не думаю, что он справится с 10 Гэндальфами. Я сейчас, конечно, это проверю. Проверять я это, конечно, не буду. Но проверю. Ну-ка, давай. Я просто посмотрю, что он делает. Просто я в замедленном темпе посмотрю, что он делает. Ага. У тебя, типа, молния. Ну, хорошо. Ну, как бы, у них тоже молния. Не забывай. Тебя будет вот так вот шарахать постоянно. Потому что, как бы, да. Потому что у визарда еще, кроме молнии, у нее еще какая-то там крутилка. Ну, хорошо. Против визарда ты не стоишь. Но это маг. Он 12 косарей стоит. Давайте смотреть какой-нибудь мага на 12 косарей. В принципе. Ну и можно, кстати, еще его проверить, допустим, на... О, Зевса. А что? А что? Ну, давай. Я не думаю, что есть смысл Зевсов стоять на 12 косарей. Мне кажется, они его и так расхерачат. У него тоже... У него... У него прям Зевсовские... Да. Да, у него прям Зевсовские молнии. Отвечаю. И он убил. То есть, это, короче, крутой Зевс. Это, короче, крутой Зевс. Жалко, что он без одежды. Ну, как бы... Не запоминаю. Еще дали ему хотя бы робу такую. Вот какую Зевс. Они за оборотку сделали. А то он просто какой-то воблер. Но с посохом. Но охеренно сильный. Интересно. Нет, это я смотрел. Надо кого-нибудь против него еще поставить, чтобы проверить. Типа крутой маг. Типа крутой маг, да? Ты типа маг крутой. Хорошо. У нас для типа крутых магов есть своя... Контра. И это... Наверное, Скир Крау поставлю. Давайте я посмотрю. 12К. Здесь Скир Крау. Ну, либо он сейчас их одной цепочкой убьет. Ну, так... Или вороны его... Ааа, ой, какой ты... Да ладно. То есть, подожди. То есть, ты очень и очень слабый. То есть, ты, конечно, сильный по удару. Но если до тебя кто-то доходит... Ой, опять полетели хаплинги. Нормально. Не, ну ты смотри. Ну, он не подпускает к себе вообще. То есть, никакой ближник. Да? То есть, и ты Минотавров отобьешь? Ну-ка, дайте, где они там есть. Ну-ка, на. Минотавров тебя. Но они чаржат... Нет, вот как только они чаржатся к нему, то все. Типа, пиши, пропало. Да. Блю Виктори. Да, Минотавры выиграли. Ну, окей. Необычный такой. Необычный, необычный, необычный. А сколько ты можешь убить обычных юнитов? Ну-ка, давай-ка я... Кто у нас там? Да, ты стой. Подожди, ты стой. У нас там самые дешевые это нынче пизанты. Давайте я, типа, поставлю много пизантов. Ну, типа, попробую на 12 ксарей поставить я. Думаю, их получится очень много. Ну, или хотя бы 200. Потому что, чтобы сильно компьютер у меня не лагал. Давай 200 норм. Вот, на 6000. Ну, давай. Либо зерк, либо тут сила. Давай, смотри. Буш-буш. То есть, у него две атаки, получается. Одна атака, это сверху, как у Тора. А вторая атака, это как у Зевса. Это прямая молния. Всех раскидал, смотри. Всех убил, всех рыдкал. У него рейдж большой. Ближняя атака тоже. Ну, в смысле, максимально... Минимально дальняя атака у него тоже хорошая. То есть, к нему впритык подходит, он все равно попадает. Просто есть такие дальники, которые, типа... Там кто-то притворился, да? Ну-ка, давай. Ну-ка, давай, давай, давай. В пятку ему, в пятку стреляй. Вот. Который, типа, в дальности очень хорош, но... В дальность. В дальнем бою очень хорош, но как только ты подходишь к нему вблизи, он становится какашкой. Бесполезной кусочком какашки. Господи, как много я их поставил. Хорошо, я тебя понял. Так, следующий у нас... Свордмастер. Грандмастер би... А-а-а, вот ты кто, да? Окей. Окей. А-а-а, окей. 18. 18. Как бы 18 на 18, да? Он отбивает. Он уворачивается. Он превращается в ежика. Что? Очень красивый ежик, почему нет? И умирает. Ну да, типа, 18 свордкастеров, свордкастеров, да, для тебя сильноват. Ну, хорошо. Ну, а что ты тогда можешь? А что ты тогда можешь противопоставить вообще всем? Ну, давай я тебе смерть. А сколько смерть стоит? Я забыл. 2 500, да? Ну, надо тебе тогда вот 7 их поставить. Давай, покажи, на что способен ты-то, покажи. Я не понял, что он делает. Почему мечи летят вот в другую сторону? Ты что делаешь вообще? Он их убил. Я не понял, как он их убил, но он их убил. Что-то я вообще не допру. Ну-ка, на тебе лучников много. Просто лучников, лучников. Я посмотрю в замедленном повторе и посмотрю, что он делает. Я просто не понял. Он то ли кидает все мечи, летающие вокруг него одновременно. Отбивает немножечко. Вот, вот, куда? Что? Вот, подожди, стоп. Вот его мечи. Вот они сюда прилетели. Нахера они сюда прилетели? Что? Что это такое? Подожди. У меня, может... Может... А, стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Кудай-ка мне какую-нибудь открытую карту. Типа симуляция. Я просто... Есть у меня предположение одно. Я сейчас это предположение как бы проверю. Да на тебе, королей, кого угодно. На тебе просто. Я просто проверю. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я слежу за тобой. Смотри мне тут. Так, ну и чё? Ага, 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 ага. Ну вот он, в одного короля, типа, пустил, но мечей пять. И типа всё? Да всё на что ты способен? Почему они улетают назад? Вот я ничего не пойму. Вот куда ты полетела? Меч ты куда полетел? А, он типа, подожди, разгоняется, да? Да-да-да-да? Да? Нет? Куда полетел? Разгоняется. И летит обратно. Смотри, смотри, смотри. Но, а короли тем временем подходят. Неумолимо подходят. Они все уже в ёжиках. И он их не особо-то умирает. Но раскидывает норм. Но я хочу тебе сказать, что сколько он там стоит? 14к? Что я на 14к сделаю себе такую штуку, которую может там 7 королей убить запросто вообще. Непонятно. Непонятно. Вот честно, непонятно. Непонятно от слова нихера. Ну, давай я тебе поставлю танк от да Винчи. Четыре штуки. Ну, ладно, пять. В принципе, сути дела не меняет. Либо он хорошо уворачивается, да? И будет танк от да Винчи хорошо убивать. Либо нет. Либо они его просто загасят. Так. Один есть. Эй, подожди, кажется. Второй есть. Вы в него не попадаете, или он... Или он... Надо проверить у него количество хп. Отвечаю, он, по-моему, жирный. Он, по-моему, охеревший жирный, охеревший вообще. Охеревший жирдяй. Да, Ред Виктори. А как? А как? А как тебе проверить хп? Ой, не люблю эту карту. Подожди, давай вот эту. Фермер 2. Хорошая карта. Давай, хорошо. Есть у меня идейка одна. Есть у меня одна идейка. Или нет? Или да? Давай я хватит и проверю, сколько он просто выдержит. А ты подальше, да? Чтобы они в тебя попали. Давай. Давай. Сколько я хватит поставил? На 7500? Ну, норм. Вообще, 5 штучек. Просто, чтобы представлять, что он делает, а он отбивает. Ну, непонятно, если честно, сколько у него хп. Короче, странный юнит, я не понял. Я не понял. Кто не понял? И последний на сегодня юнит с проверкой. Это у нас Lightning God. Сияющий бог. Ну, тут сам бог велел мне поставить против него. А, сколько стоит он? Сколько, сколько? Ну, много. Ну, то есть, короче, я просто сейчас сначала проверяю, сколько он убьет мне зевсов. Типа, много зевсов надо. А потом ставлю, наверное, Дарк Пизантов против него, потому что, ну, как бы, потому что он охеревший, потому что у него количество денег не помещающиеся в ячейку и, ну, типа, больше ляма. Так что будешь сейчас страдать, будешь сейчас против Дарк Пизанта и Супер Пизанта и всех Пизантов вообще в мире вместе взятых сражаться с собаками. Да. Ну, да, тут как бы победа, это понятно. Это я даже не сомневался. Хорошо, хорошо. А что? А, давай. Итак, ну, давай сначала Супер Боксер, да? Давай будет тебе, короче, 10 Супер Боксеров. Вот так, чтобы тоже зашкалила цена. Давай. Посмотрим, что ты сможешь сделать против 10 Супер Боксеров. Ну, подходите скорее уже, ну, господи, какой кошмар. Что же вы такие маринады-то? Ну, непонятно. Вы вообще по нему бьете, нет? Ну-ка, стоп, кадр. Ты где? А где он? Господи, я его потерял, подожди. А вот он, вот он, вот он летает. Ага. То есть по нему ни разу не попали. Супер Боксера, наверное, не вариант. Но он ни одного Супер Боксера тоже пока не убил. Или он валяется? В кустах. Ха-ха. А, нет, ты живой. Хорошо. Хорошо. Все живы? Нет, вот перчатки отвалились. Один. Перчатки отвалились. Два. В тебя так ни разу и... Ну, ты охеревший, чувак. Короче, я понял. Супер Боксера не вариант. Хорошо. На. Итак. Типа у нас Лайтнинг Гад против Дарк Пизанта. Раунд один. Погнали. Так, берет его рукой. Ну, тюп землю, собака. Чтоб повода не было. Ну, тюп землю, собака. Двумя руками. Ну, тюп землю, собака. Он даже ничего сделать. Он абсолютно не стреляет. Что-то подожди. А Дарк Пизан будет отбивать. Да, ооо, какой он классный вообще. Вообще. Тебе доносит дамаг этот? Нет? Ну-ка дай. Чет? Нет. Ой. Ой, ну зачем я так сделал? Ой. А давай, ладно, я поставлю. Не, не, не. Давай посмотрим. Так, Хьюстон, Хьюстон. У нас проблема, что случилось? Я просто не видел. Я просто в телефоне что-то залив. Я не видел, что случилось. Что случилось? Он под землю ушел? Или откуда он в тебя стреляет? Я что-то не понял. Алло, Лайтнинг Гад, ты где? Лайтнинг Гад. Кыс, кыс, кыс. Ой, прикольная поилка. Смотри-ка, прикольный был. Смотри, какие эффекты. Прямо этот, как его? RTX. Да, походу он под Пизантом, и он ничего сделать не может. А могу я вселиться тогда? Вселюсь в Дарк Пизанта, посмотрю. У него, кстати, немножечко хп-шечки меньше. А ну да, а ну да. А вот так. А вот я пошел. Я, короче, пошел. О, смотри, деревья. Ха-ха. Сейчас мы обсмотрим карту. Я думаю, Секун, наверное, мне уже не нужен. Сейчас мы обсмотрим карту. Слушай, а интересно. Так особо это не поешь. Слушай, отвали. Ну, отстань, подожди. Да, я, подожди, посмотрю, как Лендфол делали карту. Какие хитроумные приемы они использовали, чтобы сделать ее более удобной, более красивой. А я попаду в него, кстати. Норм, норм, норм. А отстань от меня, говорю. Отстань. Ничего, я не знаю. Я под карты хожу. Та-та-та-та. Та-ра-та-та-та. Та-та-та. 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 Вот камень. Вот много камней. А я похожу по какому-то... Да, я хожу, получается, по какому-то тоже полосту. А упасть могу? Могу упасть? Ну-ка, пойдем. Ай, меня выкинуло. Нет, не хочу, не хочу, не хочу. Отстань от меня. Отстань, дурацкий Дарк Пизан. Ой, блядь, у меня еще шарахает. Ладно. Так, короче, проверяю. Дарк Пизан у нас немножечко покоцанный. Стоп, кадр. А Лайтнинг Гад у нас не покоцанный вообще ни хера. Соответственно, я делаю вывод из этого какой. То, что рано или поздно, так или иначе, он все-таки его убьет. Я имею в виду вот этот новый юнит. Лайтнинг Гад убьет нашего Дарк Пизанта, потому что потихоньку-потихоньку у нас КП тратит. Это будет очень долго, но это будет. Вот. На этом пока все. Супер Пизанта можно еще проверить. Можно, но... Если ты поставишь много лайков и напишешь много комментариев, то следующую серию мы начнем как раз-таки с этого. Проверим этого хера Лайтнинг Гада против Супер Пизанта. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видео. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok